Деньги в дело, финансы и недвижимость Мы попробуем разобраться, что же может приносить нам доход на самом деле, Татьяна, поможете нам? Конечно, думаю, многие, кто интересуется темой личных финансов, сталкивались с такими понятиями, как актив и пассив В широком смысле слова, актив это то, что приносит нам доход От недвижимости до какого-либо инструмента, то, благодаря чему мы можем зарабатывать деньги Сюда же относятся депозиты, ценные бумаги, инвестиции во что-либо А вот пассивы это все, что требует затрат и не окупает их, в том числе наши долги и кредиты С одной стороны все понятно, почему же люди порой вкладываются в то, что не приносит доход? Часто люди считают, что все, что можно продать является активом, но на самом деле это не так Один и тот же объект может быть как пассивом, так и активом, например, квартира Если у вас есть квартира, в которой вы живете, это пассив Если у вас есть дополнительная квартира, которую вы сдаете в аренду или которую вы купили с точки зрения инвестиций перепродать дороже То это уже актив, то же самое касается и депозита Деньги, положенные под процент, которые ниже инфляции, а напомню, сегодня наставляет 6-68%, тоже являются пассивом То есть может быть так, что люди думают, что их благосостояние растет, а на самом деле они вгоняют себя в еще более сложную финансовую ситуацию Все верно, потому что люди приобретают пассивы вместо активов И именно поэтому очень важно четко разделять, что такое пассив, что такое актив От пассивов надо как можно скорее избавляться Долги гасить, реструктуризировать, рефинансировать, остальное по возможности переводить в активы Приведу самые простые примеры, как увеличить рентабельность актива Например, сделали ремонт в квартире, стали сдавать дороже Продали дорогую иномарку, заплатили все кредиты, купили машину попроще, соответственно, сэкономили деньги на ее содержание Ну и депозит надо пересмотреть в существующий процент Если у вас ставка приравнена к инфляции или еще ниже, то, естественно, важно выбрать более эффективный процент Например, сейчас есть кредитные потребительские кооперативы, которые являются точно такими же участниками финансового рынка, как и банки Но процент там больше, за счет чего? За счет того, что там всего два продукта, займы и сбережения Соответственно, меньше расходов, меньше издержек, больше возможностей для клиентов Сейчас, например, в «Дело и деньги» действует максимальная ставка 13,5% годовых А расскажите подробнее об этой сберегательной программе? Да, открыть сберегательную программу под 13,5% годовых можно уже, имея на руках 30 тысяч рублей При этом вы фиксируете ставку на весь срок, указанный в договоре Кстати, хочу отметить, что наша компания также занимается и недвижимостью У нас есть целое агентство недвижимости И у нас можно рассмотреть вариант инвестиций И, кстати, даже в Сочи, то есть у нас есть офис в Сочи Это тоже очень перспективный вариант, все мы знаем, как растут цены в Сочи Вот те самые активы и получаются Да, все верно А куда можно обратиться, чтобы подробнее узнать и об инвестициях, и о сберегательных программах? Обратиться можно в любой наш офис Также можно позвонить по телефону 4796 Звоните, консультируйтесь со специалистами, вкладывайте деньги в активы, чтобы ваш капитал всегда рос На этом все Доброго дня Доброго дня всем слушателям Деньги в дело Финансы и недвижимость Кредитный потребительский кооператив «Дело и деньги Кира» Вступительный взнос 100 рублей по его и тысяче Член кредитного потребительского кооператива несет субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах ненесенной части дополнительного взноса каждого из членов кредитного потребительского кооператива Сумма размещения по сберегательной программе максимальный рост от 30 тысяч до 3 миллионов рублей Срок от 3 до 12 месяцев Услуги по недвижимости оказывает финансовая корпорация «Дело и деньги»